Чтобы попасть в ряды факелоносцев, Елене Севцовой предстояло пройти сложный отбор. Среди тех, кто подал заявки на участие – олимпийские чемпионы, известные футбольные бомбардиры, участники российских сборных. Но стать одним из тех, кто пронесёт огонь универсиады, могли не только спортсмены, но и те, кто добился немалых успехов в научной, творческой или общественной деятельности. Елена – волонтёр с многолетним стажем, тоже смогла найти подходящее ей направление. Я посмотрела, что для этого нужно. То есть, там получалось, что по нескольким направлениям можно было подать. И поняла, что общественная волонтёрская деятельность – это как раз моё направление, в котором, в принципе, достаточно сильна. Необходимо было рассказать вообще о своих достижениях, чего ты добился в данном направлении и написать небольшое эссе. Войти в ряды факелоносцев этого мирового события было давней мечтой Елены, которой она шла более пяти лет. В 2013 году девушка приняла участие в летней универсиаде в Казани. В качестве волонтёра именно тогда она и поставила себе цель принять участие в зимней Олимпиаде. Если у меня, как у волонтёра, настолько кипит эмоциональная подоплёка, думаю, а что же будет, если я с этим факелом вообще пробегу? И, наверное, как раз с первой моей эстафеты очень хотелось попробовать себя в качестве вкелоносца. И вот, получается, мечта сбывается. Эстафета огня «Зимние универсиады-2019» стартует уже 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Её маршрут пройдёт по улицам и площадям 30 городов страны. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Ставрополь и другие. А уже 6 октября с факелом универсиады в Симферополе пройдёт и саровчанка Елена Севцова.